Сегодня на гостях человек, который, собственно, отвечает у нас в крае за компьютеры, за цифровизацию и за связь. Высокоточно. Алексей Гусев, министр информационных технологий и связей Хабаровского окра. Здравствуйте, Алексей Александрович. Добрый вечер. Но, кстати, если бы вы проголосовали, вы бы, конечно, за первый вариант проголосовали. Однозначно за первый вариант. Вот, может, народ уже подзабыл, наверное, со временем, когда цифровые технологии, уже мы давно выкнулись в них. Я вспоминаю, когда я маленький был, родители жили в Ленинграде. И родня у нас вся в Сибири была, все родственники. И вот приходила телеграмма, что родители зовут на междугородный переговорный пункт в такое-то время, и почему-то нужно было ехать на другой конец города. Я до сих пор понять не могу. И думаешь, господи, да сколько? Ночью это почему-то. Сколько же времени ты теряешь на это? Сейчас уже, конечно, совсем другие времена, другие технологии. Ну, это была шутка. А если серьезно, вот как раз только что прошел цифровой диктант по всей стране, ну и в том числе в Хабаровском крае, меня поразило один из пунктов полученных данных, что группой, одной из самых уязвимых групп по цифровой безопасности оказались люди 18-24 лет. То есть, на самом деле, компьютерная самая подкованная группа оказалась не те люди, которые молодые, вроде бы выросли на компьютерах, на смартфонах, а люди более пожилые, да? Я не ошибаюсь? Ну, я думаю, да, потому что это молодежь, в принципе, которая познала радость общения с девайсами, со всякими разными, но еще пока в трудные жизненные ситуации, слава богу, наверное, не попадали, и цифровой диктант, наверное, служит как раз тому, чтобы люди не только ответили, там, какие-то вопросы, но и задумались, на что они отвечают, чтобы никаких жулики, мошенники не воспользовались как раз их знаниями или незнаниями, как раз, наверное, по задуматься, это точно. Алексей Александрович, вот по итогам нынешнего диктанта Хабаровский край, он лучше всех среди дальневосточных регионов первое место занимает. При этом в прошлом году, если я не ошибаюсь, было еще пятое место. Вот по вашим оценкам, с чем такой скачок связи? Ну, мы проанализировали в правительстве Хабаровского края ситуацию, и было поручение Михаила Владимировича Дегтярева о том, что необходимо усилить эту действительно хорошую работу. Хочу сказать, что да, действительно, мы по результатам диктанты первые. Мы входим в шестерку лидеров по количеству участвующих в Российской Федерации. У нас вообще проголосовало, точнее, приняло участие в диктанте почти 30 человек. То есть мы лидирующую позицию занимаем уверенно. 30 тысяч? Почти 30 тысяч, да, по вопросам. Сказали 30 человек. 30 тысяч, ты, да, что же, ну куда ты? Это антирекорд, я прошу прощения. А вот я вам скажу, почему за год мы подтянулись, потому что весь этот год наши зрители, в том числе пенсионеры, участвовали в интерактивном голосовании. Да, и на WhatsApp посылали часто фото, видео, и пользовались тиктоком. То есть на самом деле, вообще, мне кажется, прирастает число компьютерных грамотных людей за счет пенсионеров. А мне кажется? Ну, однозначно. Многие говорят, что вы знаете, что смартфон – это нечто чуждое для людей пожилого возраста. Я так не считаю. Люди прекрасно пользуются. Ну, да и программы-то простые, на самом деле, там, юзер-френдли, так называемый, клиент-ориентированно, сфотографировал, отправил, что-то сделал. Поэтому только-только все будет увеличиваться. Понятно, что цифровой диктант – это повод проанализировать ситуацию. Вот уже сказали о том, что хуже всего, ну, условно, в кибербезопасности разбираются молодежь. Сказали о том, что все больше людей старшего возраста используются. А какие данные вот социологические, такие, исследовательские удалось получить на основе вот результатов цифрового диктанта? Ну, естественно, у нас в Хабаровском крае. Ну, данные действительно разные. Они по разным и категориям. Ну, наверное, могу привести пример в то, что женщины более грамотные, чем мужчины, как показал этот опрос. Ну, это нормально. Потому что они все время в телефоне, наверное, поэтому… Женщины более умные. Я совершенно серьезно говорю. Женщины умные. Да. Поэтому, ну, разное-разное, но про женщин прямо мне запомнилось точно. Ну, опять же, если говорить серьезно, вам не кажется, что устраивать цифровые диктанты… Ну, вот пока еще рано, пока у нас не все населенные пункты оснащены вот современной цифровой связью. Ну, у нас практически все населенные пункты, за редким исключением. У нас почти 99% жителей Хабаровского края могут воспользоваться услугами как мобильного интернета, либо проводного интернета. Показатель достаточно высокий на уровне Российской Федерации, вообще Дальнего Востока. Мы в правительстве проводим работу для того, чтобы этот показатель увеличить, и в 36 населенных пунктов мы планируем, что зайдет интернет в этом году. Новых населенных пунктов, где вроде бы как небольшое количество людей проживает, но все равно это важно. Но это же совместные программы с мобильными операторами, насколько я понимаю, вообще с операторами связи? Конечно, конечно. Услуги связи в Российской Федерации оказываются операторами связи на основе имеющейся лицензии. Это их бизнес. Нет, я имею в виду, что не всегда оператор связи хочет зайти в какой-нибудь отдаленный пункт, потому что это не всегда для него выгодно. И вот здесь, насколько я знаю, идет такая серьезная работа договориться, что называется. Да, такая работа ведется. Утверждена программа «Хабаровский край на связи». Там участвуют все крупные операторы правительства Хабаровского края. И в рамках этого мероприятия оно как раз нацелено на эти малые населенные пункты, о чем я озвучил. Может, 36. Я напоминаю, наш телефон 45-66-45. Ну и пока... Вы знаете, да, если посмотреть на цифры интерактивного голосования, то ситуация меняется просто кардинальным образом. Начинали мы с варианта то, что без компьютеров и цифровизации жизнь была бы значительно лучше. Нет, хуже. Нет, именно этот вариант у нас сильно лидировал. А сейчас вырывается... Наоборот, нет, подожди. У нас лидировал вариант «делают жизнь лучше» по итогам того, что в Инстаграме было. Да, а сейчас наоборот. А сейчас все поменялось, да, что без них было бы лучше. Да. У меня просьба. Да, я говорю, что все у нас поменялось. Или позвоните в эфир 45-66-45. Объясните, в чем? Вот мне непонятно. На мой взгляд, одни преимущества. Прежде всего, главное преимущество не надо... У меня вот в детстве самая неприятная обязанность хотеть было платить до коммунальной услуги. Я помню, как-то по дороге потерял 3 рубля, потом меня высчитывали из карманных денег. А сейчас у нас телефонный звонок. Олег Петрович, здравствуйте. Говорите. Здоровья. Все, конечно, хорошо. Меня интересует такой вопрос. Все-таки по дороге Лида Галванина. Связь-то когда будет, о которой уже при мне лет 15 разговоры ведут? Хорошо. И очень большие проблемы. Та же проблема, которая с аварией автобуса случилась, что некуда деваться. А над дорожником как быть? Хорошо. Да, Алексей Александрович, то с Лида Галванина, тем более, да, правильно совершенно вспомнили трагедию, которая произошла не так давно, когда помощь вызывали водители, проезжающие мимо, которые могли добраться до первой соты, условно говоря. Я могу сказать следующее. И по самой дороге, и по тому инциденту мы проводили анализ, хотел бы сказать, некую такую информацию, которую мы имеем, поделиться с жителями Хабаровского края, с теми людьми, кто путешествует. Вообще дорога достаточно уникальна, больше 300 километров, там нет ни одного населенного пункта. Ну, я так могу сказать, нет ни одной электрической розетки, от которой работать может оборудование. Мы понимаем, что никакая связь без электричества не работает. Поэтому несколько лет правительство Хабаровского края уделяло внимание развитию сотовой связи именно как экстренной, именно как экстренной, я подчеркиваю это. То есть там сложилась такая, то есть построена инфраструктура, которая позволяет воспользоваться именно экстренной связью. Значит, там работает один оператор, один оператор мы не будем называть его, вот, два других оператора не зашли в этот проект. И фактически у одного оператора, который поставил там базовые станции с нашей помощью, там присутствует возможность позвонить голосовой связью полноценно. Значит, остальные операторы, если у вас два других, вы можете позвонить 112, воспользуясь сетью, то есть в экстренном случае. Покрытия стопроцентного нет, потому что, опять-таки, сложный рельеф местности, радиоволны, они не могут огибать землю так, как нам хотелось покрытия на 74%. Вот. Мы работаем над тем, чтобы базовых станций стало больше, и они работали лучше, потому что они работают на альтернативных источниках. И мы сейчас меняем и солнечные батареи, и аккумуляторные батареи. То есть там стоят солнечные батареи и ветряки. То есть, опять-таки, это про электричество. Значит, что же касается аварии, которая была, мы посмотрели статистику, первый звонок после аварии прошел через 8 минут. И фактически люди, которые находились на кафе, которые находятся на трассе, приехали, собственно, туда и пользовались связью уже непосредственно на месте. Вот, поэтому могу сказать, что... Не забывало, что вот такой участок, мертвая зона, вот... Там не мертвая зона, там, возможно, еще раз распространение сигнала, но это как в подвале, работает, не работает. Еще раз хочу сказать, что люди, прибывшие на место, они пользовались практически на место, ну, там 10-15 метров от этих сторон, они пользовались сотовой связью. Ну, все-таки, это тоже показатель, как мы привыкаем к хорошему быстро, потому что, если бы мне 5 лет назад сказали, что у нас во всех, ну, по крайней мере, населенных пунктах будет высокоскоростной интернет, я бы не поверил. А это вот буквально в считанные месяцы решилось. То есть, ну, и то, что... Не месяц, Ислав, это несколько лет продолжалось. Несколько лет, 17-го года, мы с 17-го года занимались этим проектом, да и занимаемся, на самом деле, сейчас, хотелось бы 100%, но там, еще раз говорю, очень сложно для местности, в горах, там, базовую станцию поставишь, она там, ну, 100-200 метров. Ну, а для примера, чтобы мы понимали, что базовая станция нормальная, она стоит, ну, порядка 5 миллионов рублей для оператора связи, это просто разовый платеж, а там плюс еще спутниковые каналы накладываются, там же прямой видимости нет и оптики нет. Ну, вернемся к итогам цифрового диктанта. Как я понял, за этот год мы опередили, наконец, Приморский край. Всегда соперничество Хабарска и Владивосток, а в прошлом году, кажется, они первое место занимали. Да, первое место они, но мы с приморцами в лоб-то не сталкивались. Мы сказали, поставлено, мы сказали, нам поставлена была задача Михаил Владимировичу Дегтяреву быть лидером, мы стали первыми, и это хорошо, на самом деле. А какие там были задания, к примеру? У нас были задания по итогам цифрового диктанта занять лидирующие позиции в Российской Федерации. Нет, я имею в виду в самом диктанте, какие там проходили, что спрашивали. Да, да. Вообще цифровой диктант, он разделялся на четыре блока, и каждый блок, он посвящен своей тематике. Это работа в социальных сетях, это как раз информационная безопасность, это касается новых технологий блокчейна. То есть там вот четыре блока было разделено, и каждый мог выбрать то, что, точнее, ответить на несколько вопросов по этим блокам. То есть он достаточно такое, скажем, разностороннее мероприятие, разносторонние вопросы. Ну, я подумал, что, возможно, и потому у нас люди как-то стали гораздо продвинутее в социальных сетях, что у нас и в Рио губернатора, у него основной канал связи с ним, это через Инстаграм. Да, это жизнь, конечно же, это жизнь, и поэтому Михаил Владимирович Дегтярев, он пользуется именно этими каналами, потому что они, вот о чем мы говорили, да коню каждого в телефоне, в руке. Ты без телефона не можешь выйти из дома. То есть канал связи в руке, он всегда с тобой. Ключи можно оставить. Но, тем не менее, наши зрители вот голосуют за второй вариант, они считают, что без цифровой, без компьютера и цифровизации жизнь наша была лучше. Вот, правда, никто так и не позвонил, и я не объяснил, в чем неудобство. Но, надеемся еще позвонить, и я пока благодарю нашего гостя. На гостях был Алексей Гутев, министр информационных технологий и связей Хабаровского края. Мы говорили про итоги цифрового диктанта. Выяснилось, что на Дальнем Востоке вот жители Хабаровского края – самые продвинутые пользователи интернета. Да.